Сегодня для тестирования выбрали торговые центры на второй речке. Подъезжая, уже столкнулись с проблемой. Нет парковки для инвалидов. Поэтому ставим машину как удобно и пытаемся хотя бы войти внутрь. Входа доступного нет, парковочного места для инвалидов тоже нет. И в общем-то это большая проблема по городу, что супермаркеты строят, а о доступной среде, к сожалению, не думают. Подошедший к нам сотрудник магазина заверил в обратном. Мол, за углом есть еще один вход с пандусом для инвалидов. Идем проверять. Вход действительно есть, в отличие от указателя. Вот только покатую горочку вместо порога назвать пандусом никак нельзя. Зайти тоже невозможно, потому что вот такой крутой здесь подъем. Зато в этом торговом центре нам повезло с лифтом. Он сделан так, что инвалид-колясочник сам может его вызвать и доехать до администратора магазина. Директор нас заверила, что и сама хочет, чтобы в центре было больше маломобильных граждан. А потому в скором времени сделают торговый дом доступным. Ну вот сейчас будет теплее, у нас будет разметка новая около здания. Вот и мы сделаем пандус. И там рядом будет знак с ним. Вы можете приезжать. Но в понятие «доступная среда» входят не только внешние атрибуты. Маломобильный человек, находясь в магазине, должен иметь право воспользоваться удобствами. Туалетные комнаты, как у вас? Тут есть хоть одна для инвалидов? Ну у нас на каждом этаже туалетная комната. А для инвалидов специальные? Специальных нет. Подобные рейды проводят регулярно, привлекая сотрудников администрации и прокуратуры Владивостока. Раньше призывали к состраданию. Предприниматели кивали, но бездействовали. Теперь их пугают законом. Прокуратурой города Владивосток, естественно, вынесены постановления по делам об административных правонарушениях. Они направлены в суд. По закону все общественные организации должны быть доступны любому человеку. Специальными конструкциями для инвалидов обязаны оборудовать здания сами предприниматели. Администрация готова помочь. Устраивает бесплатные консультации. Что необходимо сделать для того, чтобы тот или иной объект был доступным для инвалида незрячего, для инвалида с заболеванием опорно-двигательного аппарата. То есть для каждой категории инвалидов существуют свои препятствия, свои препоны. На таких консультациях людям рассказывают и, например, о размерах пандусов и парковок, потому что в некоторых магазинах они вроде и есть, но такое ощущение, что просто для галочки. Пандус для инвалидов должен быть значительно более пологий и должны быть специальные поручни. То есть ты берешься за ним и заезжаешь. То есть сюда я сам самостоятельно, конечно, не заеду. Сегодня проверили три магазина. Намеки на доступную среду обнаружили только в двух. Третий торговый центр нас просто удивил. Высокие ступени, отсутствие какой-либо кнопки вызова персонала и абсолютная невозможность попасть внутрь даже с одним сопровождающим. На крыльцо инвалида занесли трое случайных прохожих. Директор магазина даже не извинился, но пообещал, что скоро все исправит. Ну да, у нас есть в проекте. То есть на 2017 год весной, скорее всего, начнем оборудование, будет ремонт делаться. Ну и, соответственно, приведем должным образом. Причем наличие тех же самых пандусов облегчит жизнь не только инвалидам, но и мамам с колясками, людям с чемоданами и пожилым. Но в первую очередь они позволят посетителю с ограниченными возможностями чувствовать себя полноценным человеком, который может самостоятельно зайти в магазин, прогуляться по коридору торгового центра или пообедать в ближайшем кафе. Программа «Доступная среда» действует с 2009 года. Но долгое время частные предприниматели относились к ней несерьезно и откупались минимальными штрафами. В прошлом году штраф вырос до 500 тысяч рублей. И тогда предприниматели засуетились. Результаты таких проверок уже есть. Многие торговые центры стали доступными для инвалидов. Теперь главное, чтобы за их примером последовали и другие. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.